здрасте сегодня не суп помните давненько вы просили чё догадайтесь вы уже по ингредиентам должны сообразить правильно аджику будем делать мегрельскую красную ну я ее называю сухую аджика и аджику вот я проконсультировался со своей подругой маги гидзи да по всем грузинским блюдам я консультирую с ней она мегрелька она говорит уася делай правильно короче начинается все с красного сушеного перца можно конечно хлопьями купить хлопьями не было поэтому я купил целиком перец нужно залить кипятком но в моем случае я сделал наоборот перец положил в кипяток для того чтобы во-первых эфирные масла лишние вышли в воду во вторых для того чтобы острота активизировалась в третьих он настолько сухой что если его помолоть получится солома в четвертых но вот это вот влага которую он впитает она и будет как бы основой вот этого ну вот всей субстанции аджики главное чтобы перец не был горячим поэтому его обычно замачивают там на 20 минут потом вытаскивают остужают и используют всю граммовку я вам перечислять не буду нужно всего лишь перейти в описании поглядеть там будет все написано единственный раз жизни да мы делаем такую вещь не 2 на 1 жизни когда мы даем описание описание ингредиентов сами ингредиенты список ингредиентов внизу но вообще все рецептуры то есть все списки ингредиентов есть у меня на канале в яндекс дзене то есть заходите в яндекс дзен регистрируйтесь на мы не знаю что на как надо сделать ищите шеф-бор василий мельяненко и все рецепты под ними есть список ингредиентов и технология приготовления поэтому велкам пока у меня остывает вернее заваривается и остывает перец я перейду к сухим приправам из сухих приправ пряности вернее у меня есть вот что кориандр свежий но вернее как свежий это семена да мы называем в русском языке у нас кинза это листья а семена это кориандр хотя в английском языке кориандр так и есть кориандр только с пояснением кориандр сит семена или кориандр лифт листья значит кориандра чуть меньше получается у цхо сунелей больше все это нужно размолоть в кофемолке но в моем случае это будет блендер я надеюсь что мне удастся я не взял с собой кофемолку если вы используете если вы завели себе кофемолку для специй и пряностей то частями придется все это делать но учтите в мясорубку целое зерно добавлять нельзя иначе она не перемелет и и очень важный элемент почему у цхо сунели в зернах и почему кориандр в зернах многие из вас знают это а если кто не знает то когда мы перемалываем тогда у нас более яркие вкусовые ощущения от пряности маленький блендер довольно успешно с этим справляется божественный аромат когда кориандр перемалывается да это меритинский шафран я забыл вам сказать об этом кто догадался кто готовит тот конечно знает прекрасно эту странную пряность которую вообще шафраном называть на мой взгляд невозможно и меритинский шафран мамами это же цветы бархатцев которые я вот по регионам езжу везде в командировке эти цветы растут на клумбах в центре города вокруг городских администраций какой-то меритинский шафран шафран это крокус цветок а это бархатцы но у него есть такое название поэтому в общем по рецептуре мая горит надо использовать это да в принципе все смотрите довольно хорошо перемололась прям в однородную массу теперь мясорубка вот тут очень такой скользкий момент мы когда с моей беседовали я говорю слушая можно все мясорубку засунуть она горит тогда кориандр не промалывается с уцхо сунели я говорю так а может быть тогда перец в блендер она горит а если в блендере с перцем вместе то это очень тяжело потому что блендер перец висит чтобы его перемолоть это нужно его как-то там это самое она горит тогда геморрой на получается то есть нужно использовать два гаджета и такое так и этот и этот но иначе никак теперь у нас идет вход мясорубка вот смотрите когда отсидели воду от перца воду сразу не выливайте во первых здесь очень много семян которые надо бы выловить по идее просто у меня шумовка с большими дырками и воду эту используем для того чтобы сделать консистенцию нужную нам консистенция должна быть пюреобразная погнали наши городских да и все постепенно проворачиваем добавляем без всяких проблем добавляйте того 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 вот сейчас помол очень крупный эту массу все нужно пропустить три раза а то и 4 через мясорубку пока мы не получим однородное пюре теперь вы примерно понимаете да почему грузинская нация так ценит вот этот продукт и гордиться им это основа там скажем многих многих блюд она добавляется совершенно различные блюда в грузинской кухне да потому что это трудоемко это реально нужно заморочиться ну что как блестит а получилась густая паста кто-то добавляет сюда еще больше соли я сейчас только что пробовал и прям аж слюна брыжет не могу вкусно вообще ну то есть вот то самое настоящее как я помню как знаю мая спасибо тебе это классическая мегрельская аджика ее еще называют мясная аджика идет во все мясные блюда в которые по рецептуре должна входить вот это аджика но в грузинской кухне есть еще аджика зеленая которая делается из зеленого острого перца вот там добавляется уже кинза то есть зелень и листья сельдерея кто-то добавляет кто-то не добавляет но в итоге есть еще с томатами аджика но вот это вот мясная называют значит я как представлю что отварной кусок говядины из котла достаешь он такой мягкий уже стал отрезаешь его аккуратно берешь вот это аджики вот так чуть-чуть только и прямо отварное мясо накладываешь ешь ее и и я почувствовал себя в грузе но баночку обязательно надо подготовить большое количество соли в аджике делает ее неубиваемой не умираемой хранится она в таком виде довольно долго но не экспериментируйте вот смотрите видите красивый красный цвет если вы будете хранить ее при комнатной температуре ароматика довольно долго будет оставаться но цвет начнет меняться вот на солнце она становится серой значит на моем веку я видел покупал даже аджику грузинов причем они в баночке и заливает маслом знаете как вот наши мамы и бабушки когда консервирует что-нибудь как вот консервная пленка так называемая вот эта масляная берут масло раз сверху заливают но я так думаю что вариантов все равно масса самое главное что аромат вот это аромат когда ты ее пробуешь по рецепторам удаляй ударяет сильная соль яркая острота прям аж обжигающие я кстати не сказал перец этот сушеный я покупаю как меня научила майя у грузинов на рынке прихожу к ним у них там есть специи все вот такие хосунели, хмели-сунели, молоты там все все у них есть и обязательно висят на нитках такие сушеные перцы я сегодня именно их попросил говорю мне для аджики они говорят вот как раз они висят бери забирай удивительное свойство когда пробуешь кажется что все острота вот прям она какая-то вот ядерная но тут же проходит 30 секунд она отпускает на языке остается и в горле такое легкое теплое покалывание что касается пробы в принципе можно было еще раз 10 ее провернуть но это надо прям я провернул пять раз чувствуется немножко жесткие семена но это потому что я торопился и немножко не допарил надо прям ну подольше подержать в кипятке но я как любитель острого конечно не задыхаюсь от этой остроты хотя не знаю что будет потом когда я завтра в туалет побегу посмотрим давайте как это двойной эффект на входе на выходе в общем по вкусу это то с чем я познакомился много-много-много лет назад когда увлекался грузинской кухней и вот теперь я сам понял что вот определенная рецептура определенный вес который я уже говорил находится в описании дадут вам вот этот эффект вкус и вы получите офигительный просто удивительный продукт удивительный сделайте обязательно не пожалеете вообще это это просто невероятно вкусно и классно и пока и пока